А теперь к новостям сферы не менее важной, чем образование. Амбулаторное звено, городские поликлиники – это авангард оказания медицинской помощи населению Новоуральска. Людям пожилого возраста, ветеранам, всегда было удобно посещать поликлинику, как мы привыкли говорить, по месту жительства. Появление информации о том, что вторую поликлинику в скором времени закроют, а здание снесут, вызвало волну непонимания и, конечно же, недовольства среди горожан. Мы обратились за комментарием по этому вопросу к начальнику центральной медико-санитарной части номер 31 Гарику Хачатряну. Он рассказал и о развитии амбулаторного звена в целом, и о судьбе второй поликлиники. Я тоже читал в соцсетях, на других площадках видел, что кто-то собрался закрыть поликлинику. Тоже так же, как кто-то два месяца назад собирался закрывать лор-отделения или еще какие-то структурные подразделения. И я попросил, если кто-то что-то решил, пускай хотя бы нас информирует об этом. А если серьезно, мы ничего не закрываем. Наоборот, у нас стратегия развития и концепция поступательного роста, который мы защитили у нашего руководства ФМБА, у Татьяны Владимировны Яковлевой. И вот через две недели будем защищать и у Скворцовой Вероники Игоревны. Сегодня меня проинформировала об этом сама Татьяна Владимировна. В этой концепции мы все, наоборот, развиваем. Стараем медицинскую помощь, в первую очередь, в амбулаторном звене, более доступной, более качественной, своевременной и полной. Для этого мы будем предпринимать определенные шаги. Мы планировали в этом году до конца года отремонтировать первый этаж второй поликлиники, входную группу. Но произошли определенные изменения, и мы вторую поликлинику перенесли на вторую, на 2024 год. В этом году мы будем ремонтировать первый этаж третьей поликлиники по современным критериям, современным требованиям для удобства пациентов в первую очередь. И первый этаж, и третий этаж первой поликлиники. Контракты на эти работы уже заключены, и в ближайшее время ремонты начнутся. Еще касаемо второй поликлиники, к рабочему процессу в ближайшее время подключатся три новых сотрудника. Что я имею в виду конкретно, вот на данный момент идет планирование моими заместителями третьей поликлиники, второй поликлиники, схемы движения пациентов при диспансеризации, чтобы мы смогли сократить время от пяти дней до 40-60 минут прохождения. Как мы это пилотно отработаем на третьей поликлинике, перейдем на вторую поликлинику тоже, на полномасштабное внедрение. Для этого мы получили для первичного разведения еще один маммограф. До конца недели мы запустим в третьей поликлинике, и, соответственно, будет более комфортно пациентам получать эту помощь. В планах также есть во второй поликлинике создать такой же блок ключевой диагностики, чтобы пациенты, в частности, женщины, женское население для маммографии не ходило в третью или вторую поликлинику. Пришли на месте, получили услуги и ушли. В заключении Гарик Хышханович обратился к горожанам по поводу получения достоверной информации. О населении я попрошу не реагировать на всякие провокационные сообщения, на непроверенные факты. Если есть такие вопросы, я доступен для прямого контакта как здесь у меня в кабинете, так и в соцсетях, так и по другим каналам связи. Я принимаю сообщения, в течение суток отвечаю лично на эти сообщения. Многие жители пишут, общаемся, объясняем, рассказываем, друг друга понимаем. А если есть проблемы, мы решаем. Также мы откроем, я думаю, до конца месяца в телеграмме чат для взаимодействия с населением, чтобы решить медицинские вопросы по оказанию помощи.